всем привет друзья это не лайфхак это ролик о том как быстро спасти ситуацию отремонтировать сломанный ключ ключ старый но он такой вот видите он здесь подкручивается он довольно довольно практичный но отломалась вот эта хрень значит ситуация такая что ну им я еще закатал банки но закатка продолжается сейчас вот конец июня какая могут и помидоры и сегодня за ночь надо закатать остатки потому что ну огурцы были замочены и на завтра уже будут плохом состоянии качество исполнения видим до что здесь ошиблись центровкой когда-то возможно это и стало причиной поломки то есть я крутил взял где-то на изгиб вот в этом месте в тонком соответственно отсюда произошел перелом вот этой шляпы но ключ довольно старая ему уже больше 15 лет так но суть не в этом значит что за инструменты вам понадобится вы узнаете по ходу ролика я постараюсь его ремонтировать за 20 минут первое нужно пиво я уже немножко выпил шуруповет значит и вот такой вот у кого нет то берите болгарку это для того чтобы вот этот вот писюнчик сверху стесать поехали а ну еще обязательно что-нибудь подобное типа ну можно и на коленке но желательно с этим значит первое стесываем на вот этой штуке вот этот вот писюнчик ну как видите он у меня тоже такой не отбалансированная центрова но для домашнего использования как говорится пойдет дальше друзья уберем кернинг вот здесь на какой-то после поверхности удар сюда дюбеля друзья здесь у нас но вы видите выемка поэтому если будем бить и шансово повредим поэтому надо что-то подложить я использовал чтобы подтвердить короче что-то супровизировать придется и какую-нибудь шайбу 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 ну как видите все на месте теперь сверло друзья был скорее всего буду туда загонять десятку поэтому сверло ну для начала вот на 4 половина миллиметра вроде по металлу посмотрите вот так друзья я прошел все там сколько-то там смотрите сколько стружки не забывайте постоянно подливать масленку чтобы не спали сверло масло из масленки кстати хорошая масленка ссылку оставлю в описании но это еще не все ну где-то я туда прошелся на ну смотрите на сверло ну на сантиметр грубо говоря надо еще хотя бы на пол сантиметра так друзья ну получилось хорошо даже сантиметра два где-то смотрите сколько стружки много стружки за качество извиняюсь но такая камера так что дальше здесь чистим и продолжаем так берем значит смотрим на лучик вот где здесь зализано больше это первый или второй проход вот это скорее всего первый проход вот это второй проход значит а вот у нас совсем уже не зализано видите это уже третий проход значит что мы делать будем дальше так друзья берем вставляем мячик самого первого прохода прям шуруповерт только ставим шуруповерт в режим резьбы в режим самого шуруповерта так здесь обязательно масленка на 17 его фиксируем чтобы он не прокручивался в патроне вот так вот и поехали друзья вообще это надо делать конечно же вручную но так быстрее поверьте это уже резьба нарезается потихоньку добавляем масло добавляем масло добавляем масло и вот и и а по чуть-чуть идет. Можно еще попробовать, конечно же, с помощью вручную сделать. Вот у меня ручной, допустим, мячик, ставим, тестировал. Пробуем с помощью него. Ну а что могут поправить? Вот, ладно, надо обязательно пробовать рано. Хотел быстрее, но не получается. Да, чуть-чуть до масла. Поехали. Делаем это до упора. С маслом вообще все шипарно. Ну вот вроде бы все укрепся. Хотелось сделать шрукповертом быстро. Так как у нас был мячик второго прохода. На шрукповерте стоит мячик первого прохода. Ну и давайте мячик последнего третьего прохода сюда же вставим. Пройдем всем вручную. Масло есть. видите, проходит финальный аналит. Это финальный аналит. отлично. Вот что получилось, друзья. Ну как-то так. Замеряем, на сколько он зайдет за одно. Болт у нас десятый. Видит дуговато, но это нажимаем на руку. А, дуговато еще и кривовато. Вот так я нарезался. Отмечаю на болту, как далеко он у нас зашел. Ну хорошо, друзья, он зашел. Вот отметина. Вот отметина. Вот она. То есть он у нас сантиметр где-то заходит свободно. Дальше понятно, что мячик я не конус. То есть мячик дальше вот просто, ну смотрите, он дальше просто резьбу не прорезал. То есть всего было у нас полтора сантиметра. Вот этих полсантиметра у нас не торез. И это тоже нормально. Это я знаете откуда? Почему я начал шуруповертом вообще действовать? И вам будет на заметку. Берите сразу вручную, режьте. Не надо никаких вам шуруповертов. Потому что я до этого, как говорится, вчера днем нарезал резьбу на автомобильной. И, естественно, я пользовался шуруповертом, но нигде проблем вообще не было. Так, друзья, вот эту поверхность от масла обязательно почистить. Дальше будем делать следующую манипуляцию. Почистить и, естественно, обезжирить. Любого растворителя. Вот я возьму его теперь. Дальше поймете в конце, зачем я это сделал. Но это надо сделать. Потому что здесь масло. Внутри, снаружи и так далее. Вот эту поверхность тоже обезжириваем. Вот эту. На шляпе. На самой. На шляпе самой надо просветить отверстие. Прикидываем, как тут что стоит. Ну и понимаем, что примерно это была вот эта сама шляпа по центру. То есть я больше не чувствую. Похоже, что эта пластмасса еще советская. Но она дымится. И посмотрите, в какую путь превращается. То есть она реально светлится, как какой-то композитный материал. Ну что могу сказать. это жесть. Довольно простая вообще история. Так. Ну в любом случае нам надо увеличивать размер. 5,5 нашел. Ну а кто знает вообще какое надо стрело по 10 болт, тому вообще проще жить. Так. 5,5. Пробуем 10 болт. Ну такое себе. Тоже мы и заходим. Значит 6. Значит 6. Вот он наш сосисший. Так. Я думаю что это больше не понадобится. Все он плотненько так проходит. Прям плотненько. Понятно что, ребят, он стоит там этот ключ ну 250 рублей там в интернете. Ну так вот с рук можно за 500 пойти купить. Но здесь да, одна такая вот нафиговая проблема в том, что сейчас вот у меня допустим на часах, грубо говоря, 11 ночи. И я его просто физически не куплю. Так. Значит сделали. Что дальше? Вот дырка. Там все как бы почти сходится. Вставляем какой-нибудь поменьше болт, чтобы он посол до конца. И отмечаем на нем карандашок. Мы себе пометили примерную длину болта, которую сейчас будем подбирать. Вот такая вот осталась колодка с болтами. Вот кромштейна, который я на теле цеплял. Здесь есть как раз болты на 10. И они вообще вот идеально той длины, которая надо. Мало того, что они длины, которые надо, они еще и со шляпой. Но которая не будет там потом в руку, чтобы упираться и так далее. Берем, подбираем вот такую вот шайбочку под нее, чтобы было все красиво. И пробуем закручиваем. Идет хорошо, но вот он тут уперся. Ну то есть он длиннее, чем надо. Буквально на миллиметр. Но у меня есть точильная машинка. Точильный камень точный. Так, я это не заснял, но это буквально заняло у меня секунд 20. Может быть даже меньше. Отточил. Ну наконец-то. Что еще нужно сделать? Фиксатор резьбы у нас в гараже у меня естественно есть. Я его сейчас применю. И мы не зря там обезжиривали. Сейчас покажу зачем. Тут все банально просто. Вот он. Куда за 100 рублей. Немножко его не надо здесь умудрить. Буквально чуть-чуть. Это для пущей уверенности, что все будет всегда у нас здесь хорошо. Кто не знает, что это, это акриловый герметик. Перестал с этим пользоваться силиконовым очень давно. У него тут надо буквально, видите, две секундочки. Значит, еще, друзья, два слова добавлю. Как важно иметь мастерскую с всякими разными причиндалами, прибамбасами и хотя бы, хоть какие-то руки. Хотя бы из жопы. В принципе, руки из жопы этого достаточно для того, чтобы что-то вот в таком режиме отремонтировать. Значит, в таком вот быстром. Поставили, вон он лишнее вышло. Понятно, это тоже нормально. И закручиваем. Значит, вот сюда вот фиксатор резьбы. Буквально на кончик. Вот так. И смотрите, тоже здесь не надо много. Ну и где, друзья, собрал вот шкуру у него и буквально вот сразу полился фиксатор. Ну так как нам надо его здесь буквально вообще совсем чуть-чуть, вот то, что пролилось на ножах, то я и беру. Остальное пусть. Нельзя с этой штукой перебарчивать. Кто там ремонтирует машину, тот знает, что ее надо буквально совсем на кончике. Не забываем, что шайба имеет небольшой выгиб и мы ее должны выгнуть в правильную сторону. Вставляем и поехали закручиваем. Так, друзья, ну как бы вот и все. Вот такой вот ремонт. Единственное, вот эту штуку я бы процентрил бы вот так. Так, и желательно еще протянуть это дело не шуруповертом, а отверткой. Ну вот как-то. Конечно же ушло у меня не 20 минут, а где-то ну час. Но все равно положение спасено. Ситуация спасена. Работаем дальше, катаем. А вы берите на вооружение. На весь инструмент ссылки, который я использовал, я оставлю в описании. Запасайтесь инструментом заранее. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok